МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. В туманном плену в сети интернет появилось видео, на котором Кизляр был опутан густым дымом. Что же это было и почему повергло в панику горожан? Смотрите через минуту. Жажда легкой наживы привела к уголовному делу. Застройщик присвоил 44 миллиона собранных жителей Махачкалы. Массовая гибель рыбы зафиксирована на озере Акгиоль. Рыба собрана и отправлена в лабораторию, а береговую линию осмотрели специалисты. Дым над Кизляром оказался туманом. Сегодня утром в соцсетях появилось видео, на котором город оказался окутанным густым дымом. В воздухе, по словам очевидцев, чувствовался едкий запах гари. Позже выяснилось, что неподалеку загорелся мусорный полигон. Но в администрации Кизляру утверждают, что картина значительно приукрашена пользователями соцсетей. На деле задымление без открытого горения присутствовало. Но то, что зафиксировали на видео, не что иное, как туман. Задымление показалось очень густым из-за того, что в это же время, под утро, температура понизилась до минус 1 градуса. И вот этот дым с полигона, который накрыл часть города, смешался с густым туманом. Но как только туман рассеялся, сразу стало заметно, что дым не настолько густой. Более 44 миллионов рублей присвоил себе застройщик в Дагестане. Уголовное дело в отношении жителей Махачкалы направлено в Советский районный суд. Об этом сообщает региональная прокуратура. Следствие выяснило, что застройщик инициировал строительство многоэтажного дома в 2016-2017 годах, не имея при этом разрешения на стройку. Обвиняемый собрал с 37 граждан столицы более 44 миллионов рублей. Застройщика обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Массовая гибель рыбы зафиксирована на озере Агель. На берегу были обнаружены крупные свыше 10 килограмм мертвые толстолобики, а также карпы и сазаны весом по 400 грамм. В связи с этим береговую линию осмотрели специалисты Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, природоохранной прокуратуры и Ленинской администрации Махачкалы. Кроме того, проинспектировал озеро и лично министр природных ресурсов. Почему есть проблема озера Агель? Озеро Агель было 200 гектаров. Туда подала река Толгинка. В результате того, что в свое время бесконтрольно, незаконно были распределены земельные участки, построили, засыпали 100 гектаров озера Агель, построили дома и засыпали эту реку Толгинку. Нам нужно найти вариант для того, как нам обеспечить водой озеро Агель. Если мы это не сделаем, то у этого озера Агель будут проблемы. Мы будем сейчас думать, как это сделать. Рыба была собрана и направлена в лабораторию для исследования причин ее гибели. Также взяты пробы воды. Массовая застройка озера способствовала тому, что было перекрыто русло реки Толгинка, которая по факту была единственным естественным источником водоснабжения. В результате вода перестала циркулировать и в должной мере обновляться. Вода, для того, чтобы стать пригодной для рыбы, она должна перемешиваться и так далее. Это в этом плане от нее толку особо нет. Вода должна поступать в наземных источниках. В данном случае я предлагаю это и скоро. Другой возможности нет. В форе прекрасная вода, эту воду, какую-то трубу проложить, 150, 200, 300 даже не надо. По этой трубе подать туда воду и все, это будет нормально. Это очень быстро там нормализуется ситуация. И такого, я уверен, больше не буду. Специалисты считают, что одним из возможных способов решения возникшей проблемы может стать прокладка трубы от кора длиной около 3 километров до обеспечения озера водой. Все возможные варианты решения проблемы будут еще обсуждаться. В первый день весны 2020 года в России вступили в силу несколько законов. Россиянам, в частности, разрешат ввозить незарегистрированное лекарство, а продаваемую в стране обувь станут маркировать. Наклейки с электронным чипом будут наносить на коробки с товаром. Информацию о производителе можно будет получить, сфотографировав этикетку на смартфон и пройдя на специальный сайт. Кроме того, со 2 марта работники системы транспортной безопасности могут применять против нарушителей общественного порядка электрошокеры и искровые разрядники. Такое оружие можно будет применять для отражения нападения. Юнормейский стрит-арт. В Дагестане акцию «Дорога памяти». К юбилею победы поддержали уличным искусством. Участники движения масштабировали известную фотографию героя России Абдул-Хакима Исмаилова, водружающего знамя над Рейхстагом, и перенесли ее контуры на стену. Такой граффити, по мнению инициаторов, станет напоминанием о героях военного времени и о важности сохранения мира. Подробнее Патимат Ханапова. Уличная живопись как напоминание о героях былых времен. Такой метод привлечения внимания к исторической теме эксперты называют современным и инновационным. Положительно сказывается он и на воспитании подрастающего поколения. Яркое граффити невозможно не заметить. Его видно даже издалека любому проходящему. На территории Республики Дагестан Махачкале продолжается акция «Граффити Победы». Она проводится под эгидой Министерства обороны Российской Федерации. Это посвящено мероприятию Победы в Великой Отечественной войне Советского народа. 75-летие Победы. И сегодня очередь дошла и до города Махачкале. И это является мероприятием, которое проводится юно-армейским движением Российской Федерации. А сегодня на территории Республики Дагестан наши юно-армейцы рисуют нашего героя. Школьники говорят, что их работы призваны напомнить горожанам о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. С помощью граффити ребята воспроизвели легендарный снимок, где герой России Абдул-Хаким и Самаилов водружают знамя Победы над Рейхстагом. Рисунок мы выбирали сами, потому что я думаю, что в нашем городе, город Махачкала, должен быть именно наш земляк, абстрактный герой. К выбору места этого рисунка мы подошли ответственно, ведь 9 мая по этой улице будет проходить бессмертный полк. И все люди, которые будут проходить мимо этого рисунка, будут знать, что юно-армейцы рисовали этот рисунок. Граффити Победы – это масштабная акция, которую проводит Министерство обороны совместно с Министерством молодежи. Она должна превратить улицы наших городов в своеобразные музеи памяти под открытым небом, где унылые стены станут яркими выставочными стендами. Акция посвящена не только 75-летию Победы, но и связана с проектом «Дорога памяти» по созданию мультимедийной галереи, которая будет представлена в подмосковном парке «Патриот». Там каждый сможет разместить фотографию своих родных, которые воевали на фронте или трудились в тылу. Для участия в проекте нужно просто зайти на сайт «Память народа», заполнить анкету и загрузить информацию. В Дагестане наградили победителя крупного республиканского IT-форума «Кирго Киберфест-2020». Компания «Кирго» организовала площадку, где представители бизнеса, власти и науки смогли не только обсудить различные аспекты цифровизации многих сфер, но и перейти к конкретным решениям и проектам, поговорить о дальнейшем развитии Дагестана в сфере IT. В форуме приняли участие свыше 200 студентов вузов. Сильнейшие и падающие большие надежды айтишники разбились на команды и соревновались за создание лучших технологических идей и решений. Ребята имели возможность постить мастер-классы по созданию приложений, воркшоп по созданию эффективного IT-образования в Дагестане. Молодые таланты в IT-сфере – это вещь, которая будет двигать нашу компанию в дальнейшем. Подобное мероприятие, собственно говоря, преследовало наши сугубо практические цели. Мы хотели найти себе гипертолковых ребят. Надеюсь, что мы это сделали. Пожалуй, тяжело представить в современном мире какую-либо организацию или компанию без команды айтишников. Профессии в IT-сфере постоянно расширяются, появляются новые вакансии и специальности. А некоторые компании занимаются внедрением собственных программ обучения, подбирают и готовят кадры под себя. Они не понимают, что они реально могут свой ум применить где-то. Здесь они смогли понять, что его не могут применить и поняли, как уже дальше развиваться. И при этом все, они еще сделали проекты и их некоторые компании позвали к себе. Поэтому я считаю это очень круто. На форуме также обсудили развитие IT среди школьников на примере проекта образовательного центра IT-куб «Фанториум. Дом знаний». Миссия компании «Киргу» сегодня – помочь подрастающим талантам, заявить о своих способностях. Впереди еще много интересных проектов. Надеюсь, что все планы будут реализованы и поможем молодым людям открыть новые возможности для их творчества. Помимо прочего, состоялись презентации крупных проектов и компаний. IT-парка «Якутия», «Сигма-Про», а также выставки технологических компаний и роботов. Была разработана и концепция развития IT-образования в Дагестане. Мы надеемся, что IT-предпринимательство в Дагестане будет развиваться. И местные IT-специалисты и предприниматели не будут уезжать куда-то, чтобы достигать больших успехов, а будут успешно развивать бизнес именно здесь, у себя дома. Хамзанур Магомедов, Алина Багилова, Гаджи Магомедов, Мурат Бекбарзов. Телеканал ННТ «Махачкала». И о спорте. Дагестанский боец Мухаммед Эминов стал обладателем чемпионского пояса организации «Fight Night Global». Накануне на турнире в Екатеринбурге в поединке за вакантный пояс лиги в полулегком весе Эминов взял верх над Александром Грозиным. Бой продлился все пять раундов. Спортсмен из Каспийска сумел навязать свою борьбу, за что по итогам встречи судьи единогласно посчитали его победителем. Для 23-летнего Мухаммеда Эминова этот триумф стал уже 12-м в профессиональной карьере. Четыре золотые медали выиграли дагестанские самбисты на чемпионате России, прошедшем в эти выходные в Чебоксарах. Турнир собрал около 600 спортсменов из 69 регионов страны. Как мы уже сообщали ранее, наши спортсмены проявили себя в боевом разделе. В первый же день на высшую ступень пьедестала поднимались Мухтар Гамзаев, Загид Гайдаров и Гаджимурад Баширов, одолевшие в финале земляка Шамиля Кура Магомедова. А накануне почин своих партнеров по команде поддержал один из самых титулованных самбистов республики Султан Алиев. Кроме того, дагестанцы завоевали еще два серебра и четыре бронзы, но эти награды пошли в зачет других регионов России. Чемпионы страны отправятся на мировое первенство в Туркменистан, а вторые призеры выступят на чемпионате Европы в Екатеринбурге. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.